Несколько десятков предприятий и организаций вступили в этом году в состязание за право считаться самым благоустроенным и озелененным. Стоит сказать, что каждая из них достойна почетного звания «Лучший». Настолько ответственно подходят организации и учреждения к участкам, прилегающим к предприятиям. В проектах есть ландшафт на архитектурные концепции и, конечно же, нотки души, тех, кто в свободное время делает любимый Ленинский район краше и лучше. В очередной раз жюри решила предъявить более высокие требования. Члены экспертной комиссии оценивали не только внешний вид, но и динамику преобразований, как часто происходят различные качественные изменения. Комиссия очень долго разбирали, смотрели, спорили, кому-то нравилось вот это, кому-то это. Но критерии были такие. Кроме того, что все красиво, что изменилось за текущий год. Потому что многие, кто участвовал, не участвуют в этом году. И мы видели, что часть была сделана в прошлые годы и что-то было сделано в этом году. Который уже истекает в 2021 году, что-то новое. Это тоже был один из самых важных критериев. Потому что можно сделать раз, и дальше ничего. Но можно сделать раз, красивенько, и ухаживать, что-то менять, какие-то вносить нюансы. Это тоже оценивалось в жюри. Сегодня Ленинский район – жемчужина города. Его жители делают все возможное, чтобы даже отдаленные его уголки были максимально уютными и комфортными. Это показывают частные инициативы горожан, которые, не боясь вандалов, высаживают целые фруктовые сады, осваивают клумбы, озеленяют газоны. Все это они делают для того, чтобы жить здесь было максимально комфортно и уютно. Причем как для взрослых, так и для детей. Не отстают в вопросе благоустройства и предприятия. Так лучшим по итогам конкурса по благоустройству в 2021-м стало унитарное предприятие «Брестфторчермет». Их творческая фишка – металлические скульптуры. Как в любом доме должно быть красиво, так и на любом предприятии должно быть культура производства. И должно быть красиво. А делается и акцент основной на людях. И делают это все люди. Это не директор делает, не его заместитель. Это делают простые рабочие люди, которые, как и у себя дома, следят за порядком, следят за тем, чтобы было красиво и уютно им на рабочем месте. Особое внимание в летний период в наших сюжетах уделено благоустройству на территориях учреждений образования. Детские сады, школы, гимназии, учебно-педагогические комплексы всегда стараются удивить чем-то необычным. И это не столько желание руководителей, сколько стремление самих сотрудников сделать мир лучше. Так, по итогам 2021-го самым благоустроенным учреждением общего среднего образования стала средняя школа номер 17. Каждый год, когда начинается новая пора, мы создаем творческую группу, которая работает над этой проблемой. Подходит у нас школа музыкально-хорового уклона, поэтому работают творческие люди. И к этому подходу, к решению этой проблемы творческий и креативный подход. Как правило, это люди, которые хотят сделать территорию школы красивой, удивить чем-то, и чтобы детям и родителям, и всем тем, кто приходит в школу, чувствовался всегда такой подъем, и хотелось, скажем, идти в школу. Кроме того, в рамках конкурса были отмечены и учреждения здравоохранения. Первое место в этот раз между собой разделили детская и городская поликлиника номер один и больница скорой медицинской помощи. Наше учреждение находится в центре города и в исторической части. Само основное здание является тоже историческим зданием, поэтому поддержание всего комплекса в порядке, в надлежащем это, имеет большое значение как для внешнего вида города, так и для вида самого учреждения в целом. Этому уделяется большое внимание, естественно. Итоги подведены, однако, уверены участники смотра конкурса, это не повод расслабляться. С осени ответственные за благоустройство работники прорабатывают будущие проекты, чтобы с первым теплом приступить к созданию очередной красоты на подведомственной территории.